Адвокатура Адвокатура Законодательство не стоит на месте. Нужно держать руку на пульсе его изменений. В первую очередь, что беспокоит адвокатов, это налогоблажение их доходов. Это вопросы повышения квалификации, это законодательные инициативы, которые сейчас реализует парламент. Мы получаем таким образом обратную связь от участников такой конференции. Адвокаты всегда лучше знают, о чем говорить и что обсуждать сами. То есть им не надо искать, кто им поможет в обсуждении. Поэтому я думаю, что результатом сегодняшней конференции будет как раз, скажем, некая декларация дальнейших действий, что предстоит адвокатуре в ближайшем будущем. Место выработки алгоритма дальнейших решений выбрано вполне оправданно. Более 20 лет назад Национальный университет Одесская юридическая академия стал первым вузом в стране, на базе которого был открыт факультет адвокатуры. Четыре года назад был подписан меморандум о сотрудничестве с Национальной ассоциацией адвокатов Украины. А глава Национальной ассоциации Лидия Изовитова входит в состав Наблюдательного совета Национального университета Одесская юридическая академия. Юрокадемия – лучшее место для обмена конструктивными мнениями. Каждый год мы собираемся и каждый год у нас новые вызовы современности, что касается деятельности адвокатуры, адвокатской деятельности. Есть очень много актуальных вопросов, которые сейчас обсуждаются. Это и вопросы, связанные с несением изменений в Налоговый кодекс Украины об установлении упрощенного порядка налогообложения адвокатов. Это вопросы, связанные с расширением гарантии адвокатской деятельности и защитой прав адвокатов. Это вопросы, связанные с доступом к профессии. И на самом деле все, что мы обсуждаем, в последующем мы воплощаем в жизнь. Впервые кафедра организации судебных органов и адвокатуры, с факультетом адвокатуры, начали проводить эту конференцию 11 лет назад. И уже тогда органы адвокатского самоуправления, тогда это были квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры, проявили интерес к этому мероприятию и обязательно участвовали в наших обсуждениях. Когда в 2012 году была создана Рада адвокатов Одесской области, квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Одесской области обрела уже какой-то более четкий, немножко другой статус. И мы стали взаимодействовать каждый год. Эта конференция – это такой симбиоз, сплав науки и практики. И мне кажется, что это очень ценно сотрудничество. Национальная ассоциация адвокатов и университет. Важную роль в программе обучения будущих адвокатов играет юридическая клиника, которая была открыта 24 года назад. Это хороший трамплин для юристов, возможность получить первые базовые навыки по оказанию юридической помощи под руководством опытных кураторов. Будущие адвокаты учатся составлению процессуальных документов, ведению юридических консультаций. Не случайно факультет адвокатуры признан самым практикующим факультетом Одесской юридической академии. Роль клиники в становлении будущих адвокатов высоко оценили гости конференции. Для юристов никогда не преподавались мягкие навыки. Это навыки общения, общение с клиентами, общение с органами, в том числе с представителями других государственных органов. И вот такая практика – это фактически возможность получить эти навыки, постоянно принимая клиентов, предоставляя консультации клиентам. Юрист, заканчивая юридическую академию, выходит уже не просто как специалист с теоретическими знаниями, а как специалист, который уже готов и может работать. Который не будет бояться клиентов, который не будет бояться общения и который чувствует себя как любого в воде уже. Два года назад между Одесской юридической академией и координационным центром по оказанию бесплатной правовой помощи был подписан меморандум, который стал началом долгосрочного плодотворного сотрудничества, направленного на повышение качества и эффективности бесплатной юридической помощи, приведение ее к лучшим мировым стандартам. Отметим, что на базе юрклиники действует антикризисный центр правовой помощи переселенцам, группа по защите прав моряков. В сотрудничестве с Одесским нотариальным округом было организовано предоставление льготным категориям граждан бесплатных нотариальных услуг ведущими нотариусами нашего города. Также ведут прием частные исполнители. Клиника Одесской юридической академии развивается. Сегодня мы очень часто сталкиваемся, например, с тем, что альтернативные способы решения споров приобретают все более и более значимый вес в сфере решения правовых проблем граждан, жителей Украины. Развитие клиника юридической академии, направлений новых, ответ фактически на тот спрос, который создается так или иначе в сообществе. Кроме позитивного для самой клиники развития кадров и потенциального развития новых направлений юристов в будущем, это решение проблем людей, которые живут в этом же городе и которые приходят сюда за решением проблем. В результате за 24 года более 200 тысяч человек смогли получить бесплатную юридическую помощь и решение своих насущных проблем. Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в работу юридической клиники. Однако даже в условиях карантинных ограничений в 2021 году клиника смогла оказать помощь почти двум тысячам граждан. В работе были задействованы более 500 студентов. Более 20 лет назад по инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова была открыта юридическая клиника. Мы уже встречаем случаи, когда в нашу юридическую клинику приезжают с всей области, даже с других близлежащих областей. Мы знаем, что были посетители из Николаевской области, из Керсонской, из Кировоградской, потому что слава клинике идет очень широко и по всей территории. Важно отметить, 80-90% преподавателей на факультете адвокатуры – это действующие адвокаты с постоянной практикой, с научными степенями докторов и кандидатов наук. Выпускники Национального университета Одесская юридическая академия являются известными адвокатами, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Так, например, Ольга Смирнова, которая почти 10 лет назад окончила ВУЗ и сегодня возглавляет адвокатское объединение в США. Уже который год проводятся прекрасные мероприятия, конференции международного значения по адвокатуре, в которой имеют возможность принимать участие не только руководство Национальной ассоциации адвокатов Украины, но и ведущие специалисты в адвокатуре, в органах государственной власти, судебной власти, которая обменивается опытом, проблемами, которые существуют в адвокатуре. Также наши преподаватели активно принимали участие не только в организации самой конференции, но и в подготовке научных тезисов на конференцию. Много наших студентов попробовали свои силы и показали прекрасные знания в области законодательства. Выпускники Национального университета Одесской юридической академии достойно выдерживают экзамен на получение свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельности и занимают достойное место в адвокатском сообществе. Совет адвокатов Одесской области тесно сотрудничает с факультетом адвокатуры нашего университета. У нас проводятся мастер-классы, мы приглашаем практикующих адвокатов. Преподаватели, которые читают специализированные курсы на факультете адвокатуры, являются ведущими адвокатами Одесской области. И именно такой подход в обучении будущих адвокатов, мне кажется, наиболее приемлемый и эффективный. По завершению конференции для приглашенных гостей организовали небольшую экскурсию по юрокадемии. Известные деятели в области юриспруденции побывали в научной библиотеке, в стрелковом тире, зале судебных заседаний, а также в музее редкой книги. Адвокаты высоко оценили материально-техническую базу Одесской юрокадемии, а также ее научный потенциал, который все время совершенствуется. Гости видят в этом весомый вклад президента вуза Сергея Кивалова и его команды. Вклад очевиден и большой. Без этого человека, наверное, той адвокатуры, которую мы имеем сейчас, не было бы. Действительно, сделано было очень много. И господин Кивалов не кидает адвокатуру, он продолжает быть с нами, идет вперед. И я считаю, что поддержка именно таких людей для адвокатуры очень важна. Это наш коллега и большое ему спасибо за его вклад в адвокатуру. Мы работаем с Академией, очень тесно сотрудничаем с Академией. И практический подход к обучению – это проходение практики в юрклиниках, это сотрудничество с Центрами бесплатной правовой помощи. Вот как раз эта часть, на мой взгляд, очень сильно влияет на подготовку специалистов, на качественность кадров, которые выпускает Академия. Главная задача очередной конференции «Адвокатура. Прошлое. Настоящее. Будущее» выполнена. Ее участники, квалифицированные специалисты в своей сфере, обменялись мнениями, которые призваны улучшить эту сферу деятельности. Адвокат, как и любой участник судебного процесса, стоит на страже закона. А хороший адвокат всегда знает, как закон применить в не самой очевидной ситуации. Деятельность юракадемии вот уже больше 20 лет направлена на то, чтобы воспитывать именно таких грамотных и порядочных специалистов.